Оскар стартовал. В Лос-Анджелесе расстелили первые рулоны знаменитой красной дорожки. С этого всегда начинается Оскаровская неделя. Финальные дни подготовки к вручению главной кинопремии. О голливудских настроениях этого года подробнее Дмитрия Напченко. Тот самый момент, когда судьба Оскара вовсе не от продюсеров и не от киноакадемиков зависит. На два дня главной тут становится ковровая команда. 21 мастер. Самые лучшие, кого только можно найти в Лос-Анджелесе. Их задача ведь не просто 2000 квадратных метров ковра расстелить. Нужно замаскировать каждый стык. Натянуть дорожку так, чтобы никаких складочек не было. Одну единственную щель пропустишь и случится грандиозный скандал. Кто-то из режиссеров, или еще хуже, кто-то из киноактрис, на глазах у папарацци упадет. Как это тут уже бывало. За падением звезд, но падением, увы, совсем в другом смысле слова, в этом году будут наблюдать и зрители. За 90-летнюю историю. Это, пожалуй, первый Оскар, когда главная тема обсуждений. А вот отважиться или нет, прийти на красную дорожку или прийти просто в зале тихонько посидеть, те голливудские актеры, которых пресса, и неважно, заслуженно или нет, обвинила в сексуальных домогательствах. В этом году здесь есть свой черный список. Те, кого Академия не просто не пригласила, а настоятельно попросила на своих мероприятиях больше не показываться. Это и Харви Вайнштейн, без которого раньше ни один Оскар не обходился, а теперь ему стыдятся руку подать, и звезда карточного домика Кевин Спейси, появление которого для любой церемонии честью было, но сейчас он персона нон-грата. Люди, с которыми здесь, в Голливуде, я откровенно говорил, последние дни, признаются, фабрика грез охвачена страхом и ужасом. Все напуганы, все чрезвычайно осторожны. Когда старых знакомых видят на улице и здороваются, то больше не обнимаются, чтобы случайно не получить обвинения в сексуальных домогательствах. А красивым женщинам, даже коллегам по работе, самых невинных комплиментов больше не делают. И тоже, чтобы не попасть под пресс общественного мнения. Обвинений уже так много. Этот Оскар за 90 лет стал первым, когда Голливуд перестал скрывать свои грязные тайны. Когда отверг тех, кого десятилетиями считали неприкосновенным. И теперь тут не знают, кого еще из знаменитостей новые откровения могут снести с киноолимпа. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.